Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня в преддверии моего дня рождения, а мне на секундочку будет уже 15, я решила переделать свой маникюр. И, конечно же, я не могу сделать это одна, поэтому сегодня снимаю для вас это видео. В этот раз с моей подругой мы решили сделать практически одинаковые дизайны, и для меня это будет что-то новое, потому что обычно я люблю сделать какие-то однотонные нюдовые ногти. Сегодня будет очень интересно, поэтому саживайтесь поудобнее, и мы поехали! Ну что, по традиции показываю свой нынешний маникюр, сегодня ему один месяц и одна неделя. Если вы помните, то на указательном пальце тоже был дизайн, так же, как и на левой руке, но, к сожалению, я его сломала, и поэтому переделала его я без дизайна. Но при этом ноготь я не наращивала, а, можно сказать, просто подлатала. Ну что ж, поехали! По ходу видео я буду рассказывать обо всех этих новых гель-лаках и о новом топе. Я их покупала не сама, а удолжила у подруги на этот маникюр, но все же, надеюсь, вам будет это интересно. У меня имеется такой вот стартовый набор для маникюра. Это апельсиновая палочка, моя пилочка, щеточка, фреза пламя, и, конечно же, фреза кукурузка вместе с аппаратом для снятия. Начинаю я как раз-таки с этого снятия, и мне было очень-очень жалко снимать этот дизайн. Кстати, предыдущий маникюр я делала тоже очень похожий дизайн, как с подругой. И именно поэтому я нарисовала этот дизайн, хотя обычно я вообще ничего не рисую. Но сейчас я поняла, что с дизайном действительно маникюр смотрится совершенно по-другому, более интересно. И особенно, когда вы рисуете, вы немного набиваете руку, чтобы уже потом можно было спокойно рисовать на клиентах, да и на себе, в принципе. Ну а я продолжаю снятие старого покрытия. Сначала я снимаю практически полностью цветной слой, а уже потом немножко подпиливаю базу, чтобы оставался только такой тоненький слой. Вот такие ногти у меня без материала, можете оценить длину моих нутральных ногтей. Ну а далее пилочкой на 100-180 грит я начинаю опиливать форму. До этого у меня была какая-то странная балерина, так как мне захотелось в прошлый раз экспериментов. Но все же я возвращаюсь к своему любимому миндалю. И вот вам вновь промежуточный результат, такие вот у меня ногти практически все одинаковые получились. Но правда они у меня все полностью в пыли, потому что у меня до сих пор нет пылесоса. Далее в ход идет фреза пламя с красной насечкой, но к большому сожалению файлы с тем, как я засечала кутикулу, не записались. Но вот такой вот результат, я надеюсь, что вы не обижаетесь на меня. Далее я обезжириваю ноготь при помощи безворсовой салфетки и самого обезжиривателя. И начинаю наносить базу сначала тонким слоем. У меня база от Уна и в моем случае Стронг. После тонкого слоя я не просушиваю его в лампе, а сразу ставлю каплю и делаю выравнивание. И конечно же потом переворачиваю пальчик, чтобы материал стек и был там, где он нужен. Затем свой укрепляющий гель от Лина, у меня он белый, если вы помните, и гель-вак от Блю Скай. В моем случае он такой вот оранжевый, я начинаю их вместе смешивать, чтобы получить более светлый такой пастельный персиковый цвет. И что-то явно пошло не так, тот пастельный персиковый цвет, который вы тоже видели секунду назад, на ногте получился вот таким вот непонятным желтым. И почему-то он кажется очень ярким, хотя на палитре совершенно это не так. И тот самый случай, девочки, когда вы хотели более пастельные нежные цвета, но получили не то, что вы хотели. Ну что ж, давайте работайте с таким. Далее зеленым гель-вак мод Блю Скай, который я также предварительно смешала чуть-чуть с белым, я начинаю рисовать небольшие авокадо. После того, как я нарисовала семечко, я очень долго думала, стоит ли обводить авокадо, делать это черным или же белым, но в итоге я остановилась на таком вот варианте. Еще сегодня мы протестируем этот новый топ от TNL. У него средняя консистенция, и не супер густой, и не супер жидкий. Мне он нанесение понравился, но посмотрим, как он будет себя проявлять в носке. Моим стареньким гель-ваком от Блю Скай в таком красивом голубом оттенке, кстати, с помощью его я делала свой предыдущий маникюр, я его тоже решаю немножко смешать с белым, и тут я слишком переборщила, он получился очень светлым. Но потом я добавила еще немножко голубого, и у меня получился уже вот такой вот оттенок, который вы сейчас видите. После того, как я все просушила в лампе, по белой основе, таким вот алым цветом, я начинаю прорисовывать еще раз сердечко. Если вы спросите, зачем я сделала белую основу, просто мне казалось, что на голубом гель-ваке такой вот розовый оттенок будет не очень смотреться, если сразу покрасить без белой прослойки, так скажем. Поэтому я и так сделала. Для следующего ногтя я беру вновь гель-вак от Блю Скай в таком нежно-розовом оттенке, и еще вот такой вот более темным. Для начала на весь ноготь в два слоя я нанесла такой вот светлый оттенок. И более темным цветом я начинаю рисовать просто какие-то хаотичные пятна. И в конце все покрываю топом. Ну и вот такая вот у меня получилась левая рука, сердечко на среднем пальце я решила затем сделать более ярким, так как весь маникюр получился слишком ярким. На большом пальчике у меня мой мультик детства, это Том и Джерри, мне очень захотелось такое сделать. И к вашему удивлению представляю правую руку, она получилась совершенно другой, за исключением двух ногтей. В целом яркий маникюр на мой день рождения готов. Ну а на этом было все, вот такой вот маникюр у меня необычный получился. Возможно для кого-то это обычное дело, но не для меня. Я очень люблю рисовать, так как это долго, и у меня не всегда это получается. Тем не менее такая вот работа у меня получилась. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно, если до моего дня рождения у меня будет на канале 5000 подписчиков. Ну а в комментариях под этим видео я все так же жду вашу оценочку моему маникюру. Можете писать недостатки, ваши пожелания, например, к съемке видео или к тому же маникюру. Я буду все обязательно читать. Ну а с вами была ваша Антоняшка, и всем пока-пока!